Стилистика для себя Стилистика для себя Чтобы хорошо жить, нужно много работать, а для того, чтобы стать богатым, нужно придумать что-то другое. Когда вы поднимаетесь, ваши друзья узнают, кто вы. Когда вы падаете, вы узнаете, кто ваши друзья. Неудача – это не единичное внезапное событие. Ваш провал не возникает внезапно. Напротив, неудача появляется, когда вы совершаете одни и те же ошибки изо дня в день. Казахстан предлагает для своих граждан все новые и новые механизмы поддержки предпринимательской инициативы. И все большая часть населения ими пользуется. И становится успешными бизнесменами. Или не становится. А порой теряет даже больше, чем имели изначально. От чего же зависит судьба успеха или неудачи? Вот об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. Бизнес. С чем его едят и чем приправляют? Ну и первый вопрос таков. Говорят, что бизнес начинается с идеи. Вот у меня появилась прекрасная идея. Я примерно представляю, как она должна выглядеть в своем конечном результате. А куда мне идти? Что мне делать? Что изучать? Что делать? Учиться? В первую очередь, это именно знания, которых зачастую не хватает, когда ты начинаешь реализовывать собственное дело. Обучающие проекты, которые реализует Палата, она дает тот минимальный начальный объем знаний в области бизнеса, в области налогообложения, в области маркетинга. написания бизнес-планов и так далее, которые пригодятся не только на начальном этапе, но и в последующем, в случае продолжения реализации своей бизнес-идеи. И даже если ты ее не сможешь реализовывать, эти знания, безусловно, пригодятся тебе в дальнейшей жизни. Поэтому, скажем так, мое предложение – это пойти учиться. У нас есть несколько обучающих проектов. Первый – это проект «Бастао Бизнес», учиться, на котором слушатели 25 дней ходят на занятия. Второй обучающий проект – это бизнес-советник. Если первый реализуется в рамках программы развития продуктивной занятости «Инбек», то второй – это «Дорожная карта бизнеса», единая программа господдержки малого и среднего предпринимательства. Есть разница между этими проектами. Если первый, как я сказал, это 25 дней, и по его итогу слушатель с помощью бизнес-тренера пишет бизнес-план самостоятельно, то в ходе второго даются исключительно основы предпринимательства. Человек выходит при наличии сертификата, который дает ему право на использование мер государственной поддержки, в том числе льготное финансирование, участие в конкурсе на грантовое финансирование и так далее. — Но это и поможет развить свой бизнес. Но ведь многие бизнесмены начинали без всякого обучения. Что-то, какие-то черты, какие-то качества, наверное, человек должен содержать? — Ну, еще раз продолжу. В плане первого проекта, про который я говорил, у нас одним из этапов является тестирование. Сначала для нас самих было загадкой, по какому принципу это тестирование проходит и так далее. То есть, все оказалось очень просто. То есть, это возможность ориентироваться в нестандартной ситуации, в нестандартной обстановке, когда сдаются непонятные вопросы. То есть, причем даже не вопросы, а если это в виде электронного тестирования, то мелькают какие-то картинки, и что надо делать, непонятно. То есть, как раз это срез той ситуации, которая аналогична развитию бизнеса своего. То есть, непонятно, куда идти, чего. И человек, который готов к такому развитию событий, он, безусловно, имеет более перспективные шансы для того, чтобы развивать свое дело. Ну, как-то так. Ну, вот, Мила у нас и психолог, и при этом еще и бизнес-коуч. Поэтому, я думаю, вы сможете рассказать некоторые нюансы по поводу того, какие черты важны для предпринимателя, какие качества для этого нужны, и можно ли их в себе развить. Прежде всего, человек должен действительно обладать хотя бы задатками креативного мышления и внутренней готовностью к тому, что он в любой момент может все потерять, и ему придется начинать заново. То есть, человек должен быть готов к рискам. Большим, маленьким — неважно, но должен быть готов к рискам. То есть, если человек цепляется за какие-то определенные свои накопления, достижения, то постепенно рынок его просто съест, потому что он не сможет реагировать быстро на изменения ситуации на рынке, он не сможет расставаться с какими-то инвестициями своими, потому что будет опасаться. Второе важное качество — это способность брать на себя ответственность. Потому что, когда люди находятся в статусе работы по найму, они привыкли, что им просто дают готовые указания, они их выполняют. Брать на себя ответственность — это уже гораздо сложнее. Именно это качество многим предпринимателям, потенциальным предпринимателям, недостает этого качества. И, соответственно, я знаю по себе, по своей работе, что именно не все стартапы срабатывают всегда в идеале, потому что даже есть такие предприниматели, которые все-таки открывают свой бизнес под руководством бизнес-тренера, коуча, психолога. И когда сталкиваются с тем, что бизнес набирает обороты, нужно принимать очень быстро различные решения, брать на себя ответственность, человек просто сливается. Говорят, что из начинающих предпринимателей всего 10% достигают успеха в первый же год. Это на самом деле так? На самом деле, вот по моей статистике, первые, ну кроме того, что я еще и занимаюсь психологией, у нас есть крупный семейный бизнес. И мы постоянно его масштабируем, сегментируем, и каждый из этих сегментов, он первые полгода не приносит прибыли или даже иногда работает в минус. Но мы уже знаем динамику, и, соответственно, мы готовы к тому, что у нас другие сегменты покрывают расходы на развитие нового бизнеса. Вот отчасти почему сдаются предприниматели, почему такой процент всего лишь 10% действительно так? Потому что люди сталкиваются с неоправданными надеждами. То есть тогда, когда на бумаге у них в цифрах одно, а по факту у них получается совершенно другое. То есть просто не хватает терпения, не хватает выдержки, не хватает упорства для того, чтобы вот этот рубеж перейти. А вообще бизнес в среднем выходит на какие-то высокие обороты уже ближе к 3 годам. Тогда, когда можно немножко расслабиться, и можно уже смотреть в стороны. То есть что я еще могу дополнительно из своего бизнеса сделать, как я могу уже направить свое внимание на новые сегменты, и как я могу масштабироваться. Но вы можете ответить вообще, что такое бизнес? Потому что некоторые считают бизнесом человека, который таксует на машине. Другие говорят, что это смешно, это не бизнес. Что такое бизнес, даже мало если взять, с чего он начинается? Некоторые бизнесы называют, даже когда работают в сетевых компаниях, они считают, что у них есть бизнес. На самом деле это тоже работа по-настоящему. Когда они будут развиваться, когда они будут усиливаться и увеличиваться, когда у человека появляется возможность создавать новые рабочие места, когда он уже ведет за собой, то есть когда он становится таким лидером и создает такую достаточно сильную социальную экономическую ячейку. Это, на мой взгляд. Через вас очень много проходит людей, которые никогда бизнесом не занимались. И я так понимаю, вы оказываете им поддержку, в том числе от государства. Да. Насколько важно то, какой человек он приходит? Вы сразу видите, получится у человека или нет? Значит, смотрите, согласно программе развития подруктивной занятости и массового предпринимательства ЕНБЕК, рассчитанного до 2017-2021 годы, право участвовать могут претенденты, то есть безработные или самозанятые, а также фермерские, крестьянские хозяйства и сельхозяйственные кооперативы, их члены. То есть мы любых людей принимаем, то есть проверяем посредством АИС «Рынок труда», это автоматизированная информационная система, то есть, например, является ли он безработным, самозанятым и оказываем конституционные услуги. То есть направляем его. Конечно, если человек переходит, соответственно, для расширения своего бизнеса мы стараемся его направить на обучение, то есть в палату предпринимателей, то есть по проекту «Бастал бизнес» или в рамках первого направления. То есть после окончания обучения мы, значит, он приходит к нам, мы выдаем направление, то есть проверенное соответствие, выдаем направление в банк. То есть в городе, это банки второго уровня, то есть по области в районах, это фонд финансовой поддержки для получения кредита. То есть я хочу немного заострить внимание по поводу кредитований. То есть в настоящий момент государство выделяет бюджетные деньги именно для поддержки предпринимательских инициатив. Это не более 6% на 5 лет, это на инвестиции, на пополнение оборотных средств на 3 года и на развитие сельскохозяйства животного просто 7 лет. Ну, очень много, да, желающих. Мы, то есть принимаем всех без ограничений. Единственное ограничение есть, то есть пенсионный возраст, установленный закон о пенсионном обеспечении. В общем, так. И самое главное условие, что, допустим, обязательным условием является открытие свидетельства о индивидуальном предпринимательстве, чтобы было у человека, и чтобы срок государственной регистрации был не более 3 лет. Ну, для стартапов не более 1 года. То есть, есть. Это очень хорошая поддержка от государства, то есть под маленький процент взять кредит на развитие в Индии. Азамат, вы начинающий предприниматель. С какими проблемами вы столкнулись, когда ступили на этот путь? И вы пользовались механизмами поддержки от государства или какими-то другими? Ну, в общем, так сказать, когда мы начинали, у нас мобильное приложение. Мы создали мобильное приложение. У нас, конечно, здесь нехватка кадров именно в разработке мобильных приложений. IT-специалистов. Да, именно. Большая очень нехватка. Есть много, кто разрабатывает сайты, но именно по мобильным приложениям у нас прям затишье. С этим были трудности, с поиском таких людей, разработчиков. По сути, в целом, в государственные программы я не обращался, когда мы только начинали. Это уже было немного после, ну, соответственно, с каким-то временем. Что скажу? Ну, была идея, да. Была каша в голове, конечно, изначально, что нужно там, какие действия произвести, найти, как это всё будет вообще выглядеть. Нужен человек, который разработает дизайн этого приложения. Соответственно, это опять какую-то команду надо собирать. То есть я без знаний, вот этих вот бизнес-знаний, как сказать, ну, я всё это делал. Да, я ошибался очень много. Мы уже начинали это почти два года, будет скоро. И вот до сих пор двигаемся. Я так скажу, ну, главное не останавливаться. Вот были у нас желания остановиться, закрыть там этот проект. Всё. Ну, он пока как бы нам денег не приносит. Но мы собирались командой, двигались, двигались дальше. Вот. Я скажу так, в общем. Сейчас у нас идёт такой этот, что мы вот обращались в дому, получили грант на развитие этого проекта. Вот. То есть уже нам легче, соответственно. Вот сейчас работаем на, как сказать, расширение. Хорошо. Такой вопрос. Если бы в своём нынешнем состоянии, когда вы уже знаете, какие существуют механизмы поддержки, вы опять вернулись бы в прошлое, вы бы воспользовались? Безусловно. Да, я бы безусловно прошёл вот бизнес-бастау, это однозначно, да, там дают хорошее знание у меня. Есть люди, которые это проходили, друзья, и там действительно дают хорошее знание. Так же, да, вот по этому предпринимательству выходил. Ну, конечно, уже если бы с этими знаниями, какие у меня сейчас, конечно, мы бы уже развили этот проект гораздо быстрее. Да, конечно, вот так. Ну и вот такой вопрос, наверное, ко всем. Как вы считаете, главная цель бизнеса — это деньги или это создать нечто новое? Потому что здесь мнения разнятся. Кто говорит так, кто так. Причём это даже большие бизнесмены. Прежде чем ответить, ну, скажем так, немножко вернусь к предыдущему вашему вопросу по поводу, что же такое бизнес и какой он, да. Ну, на мой взгляд, на любое занятие, которое приносит прибыль, самостоятельное занятие, оно, ну, как бы, наверное, всё-таки должно называться или просто возможно, чтобы оно называлось бизнесом. В том числе, ну, как, помимо того определения, которое даёт законодательство, да, мы всё-таки можем назвать бизнесменом человека, который самостоятельно осуществляет частный извоз, да, при этом зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, оплачивает налоги в государстве и так далее. Я думаю, бизнес должен приносить деньги. Это однозначно, да. Но на то он и бизнес, на то он и создаётся. То есть, если бизнес не будет приносить денег, он не будет развиваться, он не будет масштабироваться, соответственно. Но с другой стороны, создаётся ли бизнес только ради денег? Вот здесь уже немножко другая немножко сторона такая. Да, возможно, некоторые создают его ради денег, да, но я думаю, что нужно создавать именно такой бизнес, который будет направлен на увеличение качества жизни людей, на развитие города, развитие инфраструктуры. Вот. Не только бы ради денег. Да, конечно, бизнес должен приносить деньги, да, но он не должен создаваться только ради денег. То есть, деньги – это не самоцель? Нет, деньги – не самоцель. Самоцель – это вот идёт как бы… Когда ты занимаешься бизнесом, идёт внутреннее саморазвитие. Ты постоянно повышаешь свои личные качества, развиваешься. Вот. Вот это идёт как бы главное. Создать хорошую, возможно, команду. Ну, если человек один, он может быть, в принципе, один развиваться, да. Но, нет, цель, главная цель – это не деньги. Главная цель – это, по моему мнению, это вот увеличение качества жизни для людей всё-таки. То есть, создать хороший продукт. Не просто создать плохой продукт, заработать на этом деньги, а создать хороший продукт и заработать на этом деньги. Можно, скажем… Альтруистично так звучит, честно говоря. Вернуться, да, к известной философской моменту, что первично – материя и сознание. Вот в данном случае я считаю, что всё-таки в первую очередь идёт идея. То есть, если у тебя есть идея, если ты её будешь воплощать в жизнь, тогда и, ну, скажем так, вся работа, она у тебя будет, ну, удовольствие. Ну, то есть реализация своей идеи, своей мечты. Да, если этого не будет, то это просто со временем превратится в какую-то опостырившую обязанность. Всё, не больше. Милая. На самом деле, факты с точки зрения психологии таковы, что всё-таки, когда человек идёт в бизнес, он думает сначала о деньгах, потому что чаще всего люди идут в бизнес из состояния нужды. Ну, то есть, когда им не хватает того, что у них есть или у них совершенно ничего нет, и они ищут какие-то альтернативные источники занятости, если они не находят себя на рынке предлагаемых вакансий. Поэтому, говорить о том, что первично деньги или идея, можно уже говорить после того, когда человек попробовал какие-то суммы на вкус. Я думаю, что имеет право человек говорить, что деньги не главное, только после того, как он их поддержал в руках, когда ему есть что, с чем сравнивать. вот тогда он имеет право сказать, деньги — это не главное, главная идея. Я знаю многих предпринимателей, которые действительно преодолели уже какой-то барьер финансовый, который когда-то для них казался недостижимым. У них действительно включается, ну, можно сказать, второе дыхание, третье дыхание, не знаю, то есть какие-то внутренние ресурсы, которые их уже несут на таком течении азарта. А сколько я ещё могу заработать, и я ещё хочу это сделать, я хочу это построить, я хочу туда вложить? То есть они уже действительно становятся другой личностью, потому что на самом деле бизнес — это смена идентичности. То есть человек из одной идентичности переходит в другую идентичность. И можно сказать, что в него инсталируются совершенно новые качества личности, которые постепенно развиваются и постепенно его выводят на новый уровень. Поэтому, ещё раз повторюсь, в самом начале люди всё-таки думают о деньгах. И только после того, как преодолевают какой-то барьер финансовый, у них включаются другие состояния, где как раз-таки уже и мысли о том, как улучшить качество жизни других людей, то есть уже более масштабное мышление возникает. Абайт Ильинич, добавьте что-нибудь? Да, я полностью с вами согласен. Да, скорее всего, в первую очередь человек думает о своей финансовой независимости. Да, в первую очередь. То есть о своих... где он работает, как он работает. и он хочет быть независим от всех. То есть, я считаю, что в первую очередь, да, это, скорее всего, деньги, а уже, как сказали, а потом уже кто как. Просто вопрос неодозначенный, на него очень можно по-разному отвечать. Ну, думаю, на первой месте у всех вначале деньги, финансовая независимость, а потом уже всё остальное. Ну, как мы знаем, те люди, которые зарабатывают уже гигантские деньги, да, они часто очень тоже немаленькие суммы отправляют на благотворительные цели. То есть, совершенно без поисков там какой-то рекламы и так далее, потому что они уже известны. Соответственно, они понимают, что мне на жизнь хватит и не только мне. Пусть я ещё и людям помогу, каким-либо. хорошо, но мы знаем, что есть люди, которые построили большой бизнес с нуля, не проходя обучение какое-либо, да, основам бизнеса, предпринимательской деятельности. Всё-таки, когда они начинают заниматься этим делом, им приходится обучаться в любом случае этим основам или можно обойтись без этого, без знания там финансовая отчётность, вот этот менеджмент, бухгалтерия и так далее. Это обязательное условие для предпринимателей? Я считаю, что обязательно нужно учиться, потому что одни действительно проходят какие-то курсы, тренинги, а другие обучаются самостоятельно, то есть берут в руки книги, информацию. Интернет сейчас даёт огромное количество информационных ресурсов и обучаются. В частности, могу сказать о своём бизнесе, нет ни одного дня, чтобы мы не узнавали какую-то новую информацию, потому что если ты входишь в стадию стагнации, это значит, что рынок через какое-то время тебя съест. То есть нужно всегда, как только ты достигаешь какого-то состояния, что ты уже всё узнал, это крах, это значит, нужно идти дальше. Ты не можешь всё знать, рынок опережает и наши знания, и наши возможности. А как учиться, как узнать, что на данный момент я достиг вершины и мне нужно двигаться в какую-то другую сторону? Когда хочется расслабиться, когда ты понимаешь, что ты многие процессы уже можешь автоматизировать и можешь себе посвятить какое-то свободное время. Это называется стадия стагнации. И в этот момент ты должен ставить перед собой какие-то более высокие задачи, на которые ты понимаешь, что сейчас на данный момент у тебя даже нет ресурсов. Но именно такие задачи выводит действительно предприниматель на новые высоты. То есть перефразируя Владимира Ильича работать, работать и работать. На самом деле я лично это не воспринимаю как работу, я воспринимаю это как увлечение, потому что действительно утром просыпаешься и понимаешь, что тебе это хочется делать, тебе это приносит удовольствие. И допустим, некоторым людям приносит удовольствие весь день за компьютером просидеть и листать просто проходящую мимо чужую информацию. Кому-то интересна действительно вовлеченность в бизнес и постоянное обновление процессов, постоянная разгадка ребусов, что же еще рынку предложить для того, чтобы рынок это мог проглотить, купить. Ну то есть на самом деле бизнесмен это человек обязательно креативный. Обязательно креативный. Еще огромное значение имеет окружение, в каком окружении человек находится. Если человек на стартапе находится в окружении людей, которые ему говорят, да зачем тебе это нужно, у тебя нормальная работа, у тебя стабильный доход, ты куда лезешь, то чаще всего они его в яму и затащат, где он все свои начинания просто загубит. Если он начинает общаться с людьми, которые горят, они зажгут и его. И соответственно у него просто, во-первых, это чистая биология, нейрофизиология, то есть когда наши нейронные сети головного мозга, зеркальные нейронные сети головного мозга начинают просто считывать опыт других людей, когда ты общаешься с человеком, достиг же гораздо большего, чем ты достиг. И все, и пошел процесс. То есть ты, можно сказать, просто общаясь ни о чем, но наблюдая за тем, как ведет себя человек, как он себя позиционирует, как он мыслит, ты это в себя впитываешь и потом просто дублируешь эти действия. Полностью согласен, смелый. У нас вот действительно есть опыт реализации нескольких проектов обучающих, и именно проект «Бастао Бизнес» принес такие достаточно ощутимые и весомые результаты. Почему такое происходит? Потому что в качестве тренеров отбираются люди, которые действительно самая главная задача даже их это не то, чтобы научить, это конечно идет обязательно с новой бизнеса это безусловно, но зажечь. Когда он начинает общаться с бизнес-тренером, когда тренер зажгет пару-тройку человек в аудитории своей, когда остальные по эффекту домино этот процесс распространится, тогда это скажем так обучение оно и приносит максимальные результаты. Именно поэтому от скажем так самой личности тренера зависит очень многое. И самые высокие результаты у нас показывают тренеры, которые лично вовлечены в процесс, которые лично имеют какой-то опыт в бизнесе, чтобы иметь возможность его скажем так клонировать, транслировать на своих подопечных. Азамат, у вас в окружении были люди, которые вас зажигали? Да, конечно, я вот познакомился, у нас есть девушка Зарина Кукжанова, она открывала тоже такой клуб молодых предпринимателей в городе Жастамикен. Я постоянно посещал ее тренинги, да, там создается такое, знаете, общение среди твоих, как бы сказать, соратников, да, которые тоже чем-то пытаются заниматься или чем-то уже занимаются. И да, действительно, когда ты посещаешь эти мероприятия, у тебя создается такая хорошая позитивная аура, то есть она тебе позволяет что-то делать, двигаться дальше. Да, у меня тоже были такие эти. Окружение это очень важная часть. Ну, под термином зажечь, я так понимаю, это чтобы человек почувствовал уверенность в себе, чтобы он поверил в то, что он делает, будет закончено. Это уже мотивация, то, о чем вы сейчас говорите, Роман. Зажечь, то тогда, когда человек настолько вкусно рассказывает о предмете, который интересует человека, что человек не может просто остановиться, ему тоже хочется почувствовать вот это вкусно. С точки зрения психологии считается, что все, что мы делаем, прежде всего, исходит на уровне инстинктов. То есть, мы включаем, прежде всего, рептильную часть мозга, то есть, другими словами, инстинкты. Так вот, если мы смотрим на ту идею, которую мы хотим реализовать с точки зрения вкусового инстинкта, то, что я ее хочу настолько, насколько я хочу любимый тортик или еще какое-то любимое блюдо, то, соответственно, у нас открываются внутренние ресурсы, которые называются зажечь. То есть, тогда, когда я настолько это хочу сделать, что я не могу остановиться. Но если бы все было настолько гладко и хорошо, наверное, не было бы и провалов в бизнесе. Мне кажется, зажечь можно человека, но чтобы он это реализовал, чтобы он не отступил, чтобы он не упал духом, всегда кто-то должен находиться рядом, либо человек должен быть очень сильной личностью. Это можно в себе воспитать или можно... Ну вот, я так понимаю, обучающие программы, механизмы поддержки, они как раз и подразумевают то, что рядом будет человек с опытом, который скажет, как лучше в данной ситуации себя повести. Да, действительно, Роман, мы не только обучаем, но и сопровождаем в течение года те проекты, которые реализуют наши выпускники. Касается это практически всех проектов обучающих, которые палата ведет. Есть проекты, которые непосредственно направлены, допустим, на то, чтобы какие-то уже действующие предприниматели имели возможность научить начинающих тем азам, тем навыкам, тем шишкам, в том числе, которые они набили в свое время, рассказали о том, что надо делать. Соответственно, здесь, скажем так, свои секреты ноу-хау, как правило, очень редко кто-то хочет выдавать, потому что ты, по сути, воспитываешь своего конкурента. Есть у нас такое проектное обучение, которое в рамках бизнес-школы идет, это одна из следующих ступеней бизнес-советника, где, как я уже сказал, действующие предприниматели обучают начинающих, ну и даже действующих, если у них есть интерес к тому или иному новому для себя начинанию. К примеру, мне на память приходит выращивание чеснока, производство железобетонных колец, еще масса каких-то проектов, в которых франшиза по кофейням, производство сухого молока. И бизнес-тренеры наши по проекту бизнес-школа по компоненту ДКБ, они ищут уже действующих предпринимателей по этому направлению, договариваются с ними о том, чтобы человек, который нуждается в такой поддержке, мог пройти у них стажировку на предприятии, чтобы ему в течение определенного времени кто-то что-то рассказал, показал. Вот так. А то, о чем мы говорили в начале рассмотрения этого вопроса, то есть в течение года, но у нас еще есть ряд механизмов, которые в рамках ДКБ также реализуем сервисная поддержка действующего предпринимателя, то есть человек, у которого отсутствует допустим возможность вести самостоятельно бухгалтерский учет, налоговую отчетность сдавать и так далее, который не знает как это делать, но да, он в свое время пошел на эти курсы, обучился, что-то узнал, что-то запомнил, что-то нет, все равно у него еще пока на первых двух годах голове каша. Я полностью согласен с Милой, что специалистом в любой отрасли человек начинает становиться только на третий год. Это уже неоднократно освоенная истина, где бы ты не прилагал свои усилия, то есть либо это наемная работа, либо что-то еще, бизнес не исключение. И вот в течение этого времени допустим, юридические вопросы, никто не может знать всех аспектов каких-то юриспруденций, административного права, какого-то гражданского и так далее. То есть для этих целей как раз существуют менеджеры-консультанты, которые могут помочь. Сейчас Атомикен активно продвигает новое, скажем так, направление, это бизнес цифровой центр обслуживания предпринимателей. То есть имея под рукой скажем так персональный компьютер, планшет, любую другую точку входа в интернет, ты имеешь возможность задать интересующий тебе вопрос онлайн и получить на него ответ в течение какого-то установленного определенного времени. Говоря дальше, у нас есть ряд проектов, которые завязаны на действующем бизнесе. То есть проект деловые связи, когда человек уже действительно достиг какого-то определенного своего потолка и для него важно, допустим, решил он для себя большую часть усилий собственных посвятить выходу на внешние рынки, либо связи с потенциальными контрагентами за пределами Казахстана, приобрести франшизу в той же самой Германии. Пожалуйста, это все на бесплатной основе вы имеете возможность получить, реализовать все свои идеи, проект старшей сеньоры. Это когда уже иностранный эксперт приезжает на казахстанское предприятие и здесь в ходе двухнедельной стажировки он помогает рассказывать, показывать какие-то свои секреты, какие-то штучки, какие-то свои фишки выдает. здесь. Абонир Ильич, вы сказали, что вы принимаете всех без исключения, кроме людей пенсионного возраста. Да, мы принимаем безработных, самозанятых, то есть, если человек работает, официально где-то туда устроен, он уже не попадает в программу. Человек к нам приходит, мы его проверяем на предмет соответствия программ, для получения микрокредитования или кредита или, допустим, выдачи направления на обучение. Какие условия? Ну, попосредственно есть рынок труда, у нас информационная система единая по Республике Казахстан. Значит, мы проверяем, если он безработный, да, или он самозанятый, да, тогда, допустим, мы выдаем ему направление на обучение по проекту «Бастал бизнес» или в рамках первого направления. Краткосрочный курс для этого существует. Значит, после этого мы бизнес-проекты именно КГУ-центр занятости населения города Кусаная мы их не рассматриваем. Понятно. То есть, к вам приходят люди, которые просто хотят чем-то заняться, отправлять и на обучение. Да, мы оказываем консультационные услуги, то есть, мы принимаем всех, кто желает. Вот, а потом уже для этого, я думаю, правильно и придумал проект «Постал бизнес» и первое направление обучения, чтобы как раз там выявить, человек будет заниматься бизнесом дальше или не будет, будет у него желание дальше продолжать дело или нет. По итогам обучения каждый из учащихся, ну, выпускников, слушателей, он принимает самостоятельные решения. Это одно из первых решений, да, вот, в направлении развития собственной бизнес-идеи. То есть, он защищать или не защищать бизнес-план свой, то есть, тот, который он в течение обучения составлял вместе с тренером. Защита на уровне областной комиссии, в которую входят представители всех заинтересованных сторон, то есть, это и палата предпринимателей как оператор нефинансовой поддержки, орган, который обучает, занятость как представитель того, скажем так, той структуры, которая направляет на учебу, которая отбирает потенциальных кандидатов. Финансовые институты как лица, которые будут непосредственно финансировать проект. То есть, и вот в этой защите как раз и определяется, насколько проект жизнеспособен, насколько он действительно интересен финансовым институтом с точки зрения возвратности, с точки зрения прибыли и всего остального. То есть, здесь масса моментов, которые действительно рассматриваются. Как относиться к конкурентам? Как к врагам? Потому что очень много кто приходится с одни идеями, и они боятся их реализовывать, потому что у них денег нет, например, а вот у этого человека, который занимается примерно тем же самым, но у него есть деньги, и он может эту идею перехватить и реализовать в первую очередь. И из этого люди часто боятся. Потому что не всегда играют только деньги роль, большую роль играет сервис, в чём мы, кстати, очень сильно проигрываем на территории, в частности, нашего города, да и вообще по Казахстану в целом даже наша столица не может похвастаться высоким сервисом в сфере услуг. Очень... Вот я вообще конкурентов воспринимаю как тех людей, которые создают условия для того, чтобы предприниматель заботился о своём клиенте. То есть, чтобы перевёл внимание из бизнеса внутри на бизнес вовне, чтобы посмотрел вообще на потребителя и на его потребности, на его нужды. По сути дела, это одна из главных задач бизнеса, да, кроме того, что заработать на этом деньги, обеспечить какие-то благоприятные условия для населения. И если бы не было конкуренции, то клиент бы очень сильно страдал, потому что, ну, все мы понимаем, к чему ведёт монополия, да, то есть это тотальная диктатура предприятия, и абсолютно уходит взгляд от потребностей клиента. Кроме того, я считаю, что конкуренция заставляет постоянно развиваться. многие очень трагично воспринимают, когда кто-то украл твою идею, или, допустим, ну, как часто у нас бывает, я придумываю какие-то слоганы, придумываю какие-то рекламные акции, я вижу, что наши конкуренты это перенимают. Где-то, да, у меня сначала было неприятное чувство, ну, неужели вы не можете ничего своего придумать? Ну, а потом я просто поняла, что это мне во благо, это развивает мой мозг, мои креативные навыки, я просто имею возможность, ну, больше и больше развивать свою личность. И я сейчас даже это воспринимаю как игру, что я ещё могу сделать, куда я ещё могу посмотреть, и что я ещё могу предложить рынку, помимо того, что мы уже сделали для наших клиентов, потребителей. Ну, то есть, по сути, бизнес — это бесконечное развитие. Конечно. И игра. А неужели у этого бесконечного развития не существует потолка? Я считаю, что не существует. Ну, условно говоря, вот, занимается человек бизнесом и охватил земной шар весь. Всё, конкурентов нет, там, монополия полнейшая, гегемония практически по всему земному шару. А для этого существуют различные кризисы. Или антимонопольное законодательство, да, в соответствии с которым и, в общем-то, такой кит, как Microsoft, да, тоже имеет монополию сейчас уже практически. Я думаю, в вашем примере тогда надо будет уже заселять другую планету и развиваться там дальше. всё равно пути для развития есть. Но у меня, кстати, к вам вопрос. Вы, когда начинали, вы говорили, что вы собирали команду. А вы не боялись, что кто-то из команды перехватит эту идею и, например, самостоятельно начнет развивать? Нет, знаете, сама идея это не самое главное тоже в бизнесе, да, то есть, самое главное в бизнесе это действовать. То есть, невозможно просто придумать идею и пойти её реализовать. Тут нужны действия. Не каждый сможет там договариваться, не каждый там имеет коммуникативные навыки, общение там. Ну, я предложил, допустим, знакомому своему. Я знаю, что он, ну, не сможет там самостоятельно украсть у меня эту идею и пойти развиться, да. Ну, если бы каждый так мог, тогда у нас бы были одни бизнесмены, соответственно. Вот, поэтому нет, здесь многие боятся почему-то, что вот украдут идею. Нет, никто эту идею украсть не будет. У каждого, если честно, человека в голове там сотни тысяч идей у самого имеется, да, но их нужно реализовывать. Вот, поэтому нет, я вообще не боялся этого. Ну, и насколько легко было уговорить команды? Я так понимаю, первоначально вы сразу сказали, что прибыли прибыли не будет, прибыль будет позже. Да, я нашел разработчика, соответственно, ну, конечно, мы ему платили, и нашел, да, своего напарника, с которым мы сейчас и продвигаемся, да, он увидел, как сказать, ну, вот у меня то, что зажглось там внутри, да, я его зажег, соответственно, и вот мы прочувствовали все то, чем мы, как бы, можем в конце себя представлять, свое мобильное приложение, да, он это понял, увидел это также на несколько там лет вперед, и, соответственно, вот мы начали действовать. И тут мы подошли к очень важному вопросу, на мой взгляд, бизнес и дружба. В Кустанайе у меня есть знакомый бизнесмен, который открыл бизнес со своим другом, но он сам говорит, что это исключение, что на самом деле бизнес и дружба, что-то, что-то, в общем, одно разрушает другое, на самом деле это так? Да, это на самом деле так, но в большинстве случаев, опять же, вот бывают исключения, да, но тут нужно, я так думаю, нужно заключить, перед тем, как что-то начинать, заключить прям договор, официальный договор, прям прописать его, что должен делать, допустим, такой вот он, что должен делать я в этой ситуации прям, и описать там, ну, полностью проценты, какие имеет, вот, допустим, друг, который имею я, полностью все прописать, вот тогда это будет как-то являться каким-то хоть между вами договором таким сказать, а просто начинать, а он мой друг, он меня не кинет, мы будем всегда дружить там, если даже вы 10 лет дружили, так не получится, нет, всегда потом найдется какая-то загвоздка, которая вас рассорит, однозначно. Мила, вы можете психологические причины этого раскрыть? Я могу сказать, что когда я обучалась бизнес-технологиям, то у нас был особый сегмент, то есть в лекциях, это бизнес между друзьями, то есть там, где существует бизнес-партнерство, то есть там особый случай. Всегда, еще на старте, да, то есть друг друга два человека поддерживают, объединяют свои ресурсы, и им вроде как легче идти, но как только бизнес начинает набирать обороты, то люди всегда неизбежно сталкиваются в конфликте интересов, в частности, видение бизнеса у людей может быть разное, у людей может быть темп развития совершенно разный, один идет на опережение, другой тормозит, и соответственно, все это будет в любом случае сводиться к конфликтам, чаще всего все-таки дружба и бизнес рассыпается, ну рассыпается на две части, то есть люди как-то это делят и так далее, соответственно, проигрывают оба, потому что когда поделить какой-то наработанный бизнес еще и так хилый на две части, то он становится еще слабее. А хорошо, как тогда строить отношения с партнером, бизнес-партнером? Действительно все расписывать досконально? Конечно, только через договоренность, в частности, описывать обязанности каждого и включенность в бизнес, кто и на что может влиять, и кто какие решения может принимать. У вас предприниматели приходят с опытом, обучают молодежь? Обучаются тем же самым основам предпринимательства, в том числе и люди с опытом. А не могут взять под шефство, например, какой-либо проект молодого начинающего предпринимателя? Иногда такое бывает, но не очень часто. Соответственно, в нынешнее время не каждый из них возьмется. То есть это так называемый бизнес-ангелы, то есть в рамках программы есть такое направление, но, к сожалению, не очень сильно оно, скажем так, зарекомендовало себя, и поэтому продвигается. Это очень тяжело и здесь и психологических аспектов очень много. То есть одно дело просто выделить какой-то грант в порядке благотворительности, то есть в рамках одного мероприятия или на постоянной основе вести какой-то проект. Здесь такой, на мой взгляд, дуализм проявляется не столько и нисколько твое затратная часть, а в том, что ты волей или неволей в последующем ты поглотишь этот бизнес. И, не знаю, может быть, вот этого боятся предприниматели, но не очень часто. Хотя такого рода партнерство оно встречается в виде кооперации в большинстве своем. Когда, к примеру, ну вот пример можно привести в плане крупный производитель молочной продукции, да, открывает какие-то сельскохозяйственные кооперативы по приему молока, открывает какие-то мини-товарные фермы, да, для того, чтобы иметь возможность поступления каких-то там сырья, ресурсов для себя, для своего производства. То есть вот если на таком уровне туда, а если просто сопровождать какой-то тот или иной проект, ну это очень редко. А насколько большое значение в бизнесе имеет удача? Потому что вы все уже сказали, что здесь главная фишка бизнеса в том, что человек сам творит свою судьбу, да, и если какие-то провалы, он не должен опускать руки, он должен двигаться дальше. Соответственно, если какие-то обстоятельства складываются благоприятным образом, и человек думает, нет, я без всяких фортун, могу все сделать сам, или все-таки важно пользоваться удачными стечениями обстоятельств, например, своего конкурента убрать с рынка? Ну вот, на мой взгляд, да, в каждой деятельности фактор удачи, фактор неопределенности и теории вероятности, он имеет право на существование. как бы ты не просчитал все свои действия, как бы они не были регламентированы, все равно риски, они возникают в любом виде. А в таком изменчивом направлении деятельности, как бизнес, они, безусловно, наиболее максимальны, поэтому фактор удачи здесь имеет тоже, ну, такое, достаточно серьезное влияние, несмотря на то, что эта удача, она может быть подготовлена, то есть хороший экспромп это заранее подготовленный экспромп всегда. Да, я тоже согласна с термином, что удача любит подготовленных, потому что если человек внутренне не готов, то он даже не увидит эти удачные стечения обстоятельств, которыми он может воспользоваться. Ну, а что все-таки в большинстве случаев мешает начинающим предпринимателям стать не начинающими, а действующими предпринимателями? Прежде всего отсутствие знаний, это прежде всего, и понимание того, кем я могу быть. Знаете, вот иногда люди очень долго находятся в поиске себя, то есть он понимает, что он не хочет работать по найму, он хочет работать на себя и даже, возможно, организовать бизнес-структуру, но в его реестре не хранится информация о том, кем бы он хотел быть. Нет, прежде всего, кем бы он хотел быть. Для того, чтобы соединить несколько деталей, чтобы ему это приносило удовольствие, чтобы у него это не занимало 24 часа в сутки, чтобы он имел возможность расширяться в этом направлении, то есть чтобы была перспектива, и, соответственно, чтобы для, ну, на рынке, чтобы это было интересно предложение. Знаете, это примерно выглядит так, когда вы хотите отправиться в какой-то пункт населенный, но не знаете его названия, и даже в навигаторе его нет. Поэтому, прежде всего, нужно исследовать какие-то новые направления бизнеса, то есть опять же мы упираемся в обучение. Существует сейчас на рынке столько новых профессий, названия которых я каждый день сама узнаю и удивляюсь. То есть это действительно высокооплачиваемые профессии, в которых человек может работать как фрилансер, ну, то есть в одиночку, и при этом неплохо зарабатывать. Абайт Уринович, ну, к вам большей частью, наверное, приходят люди, которые действительно не знают вообще. Они хотят чем-то заниматься, но не знают чем. Да, вы знаете, к нам приходят люди, как вы правильно заметили, которые хотят заниматься, но не обладают навыками, не обладают информацией, вот мы их направляем на обучение. То есть, по сути, после того, как они обращаются к вам, им предлагается много вариантов, и они выбирают наиболее близкие им по духу, но там уже все зависит от самого человека. Там уже все зависит от самого человека, насколько он хочет, будет ли он заниматься бизнесом или нет. У нас просто бывают такие моменты, что они мы обучаем их основу предпринимательства по проекту «Бастовый бизнес» или в рамках первого направления, но процентов 50, наверное, потом отказываются от своих идей и просто устраиваются куда-нибудь на работу. Вот об этом я как раз хотел сейчас спросить. Насколько важно держаться своей идеей, своей мечты? Почему? Потому что, с одной стороны, да, первое, что приходит на ум, это нет, надо верить до конца и так далее, но на самом же деле иногда бывает бессмысленно долбиться в стенку, проще ее обойти и двигаться дальше. Я прав? Смотря какая стенка и смотря куда ты движешься, в принципе, да, то есть понятное дело, что в любом деле его результаты закладываются, ну, какие-то определенные показатели. То же самое у нас есть и в процессе обучения, то есть палата предпринимателя Томикен берет на себя обязательства о том, что не менее 20% от количества обученных откроет либо расширит свое дело. Как вы можете такие обязательства взять? Это же люди непредсказуемые. Люди непредсказуемые, но, скажем так, вот такие обязательства нам, во-первых, прописаны в программе государственное развитие продуктивной занятости, то есть палата от Томикен берет на себя такие обязательства и вот по прошлому году я уже коллегам говорил, что у нас исполнение этого показателя в районе 24%, то есть 24% от общего количества обученных по проекту «Бастал бизнес» это в, скажем так, в шести районах в пилотном режиме он в прошлом году проходил, они открыли либо расширили свое дело. Здесь подавляющая часть это люди, которые получили финансирование, дополнительный источник и 23 человека значит из 264 они открыли собственное дело за счет собственных средств. Вот, в текущем году у нас этот показатель значительно возрос, потому что, во-первых, выросло и количество тех людей, которые мы должны обучить, вот, ну и соответственно а планка в 20% она также осталась. Почему не происходит того, чтобы, ну как минимум 50, там 60, 80, да, в идеале же и все 100% от обученных должны стать предпринимателями либо, ну там, какую-то нишу в сегменте микробизнеса занять. Это менталитет, наверное, очень много вести. В первую очередь, насколько я понимаю, самый главный твой враг это ты сам. То есть, если у тебя нет твердой уверенности, несмотря на те знания, которые ты получил, если тебя, ну не зажгло это обучение, такие люди тоже есть. Вы знаете, что в каждом коллективе, да, то есть, есть ряд людей, их отдельные бизнес-тренеры называют по-разному, в том числе какие-то обидные такие прозвища, люмпины и так далее. То есть, те люди, которые не зажигают, а наоборот гасят весь коллектив. Такие люди, они, во-первых, сами не достигнут ничего, во-вторых, еще и за собой определенную часть потащат. Вот такое, в принципе, и происходит иногда, что вместо более высокой планки, мы все-таки объективно смотрим на вещи и стараемся, чтобы этот показатель, он был, во-первых, если и трудно, но все-таки достижим. А я вот думаю, почему происходит, ну вот, как сказали, не 50, не 80%, потому что люди думают, что бизнес, это как бы, ну легко, да, ты пошел, открыл, зарегистрировал ОП, ТО, и все, и ты как будто бизнесмен, да, ты пришел, идею там, рассказал, там, что-то создал, и все, и ты бизнесмен, ты там зарабатываешь, да, зарабатываешь большие деньги, вот, и все, допустим, как происходит вот с врачами, они идут и 7 лет учатся, да, чтобы стать врачом, вот, что происходит с бизнесом, никто не хочет учиться, то есть, приходят, просто, там, отучатся, 3-4 дня, да, и все, и думают, что они там великие гуру, там, все, все могут, да, все перед ними, нет, надо постоянно тоже учиться, конечно, и вот здесь вот, проходит, допустим, бизнес-бастал, те, кто уже дальше ничего не реализует, они думают, так, прошли, а что-то деньги мне не упали, что-то я ничего не заработал, значит, это все фигня, так сказать, да, вот. Ну, вы говорили, что у вас несколько раз опускались руки по ходу реализации своего проекта, но все-таки вы его реализовали, что двигало вперед, что помогало не опустить эти... Знаете, наверное, больше того, что семья у меня, допустим, что ее там тоже надо, ну, содержать, там, конечно, кормить, и, зная последнюю, конечную цель, опять же, да, были моменты, да, когда мы просто, не то, чтобы не опускали прям до конца руки, все, там, легли на пол, вот так и лежали, нет, это было не так. Скорее, это было просто пару дней, там, какой-то затишье, там, ну, неделя, может быть, да, когда абсолютно ничего не делается, ничего не хочется делать, как бы, по этому проекту. Ну, потом, конечно, ты берешь, встречаешься, собираешься опять, вникаешь в данную ситуацию, всю эту суть, что нужно опять дальше делать, там, и какие-то опять мелкие шаги начинаешь делать, которые уже начинают опять тебя двигать вперед, вот. Тут самое главное, это вот не этот, не потерять эту нить каких-то вот этих действий, что-то потихоньку делать, делать, тогда у тебя какой-то план в голове все-таки появляется. Ну, у нас совсем мало времени осталось, однако мне хотелось бы последний вопрос озвучить. Насколько важен возраст для того, чтобы заняться бизнесом? Насколько это критично? Вот молодой предприниматель, сидит, и, например, человек, который всю жизнь по найму работал, может ли он стать бизнесменом? Ну, как сказать, вот Рой Корк, который Макдональдс-то переосновал-то там, ну, сколько ему было там уже? Ну, это отдельный случай, в целом. В целом могу сказать я, то есть у нас есть статистика тех людей, которые приходят на обучение, да, и которые в последующем начинают развиваться, в принципе, внутренне и так далее. Конечно, наиболее значительная часть из них, это люди, ну, вот, наиболее такого дееспособного возраста, от 30 до 50 лет. То есть, они основную массу составляют. Процентов 25, это молодые люди в возрасте от 17 до 29. А остаток там идет на, то есть, где-то порядка 21 процента, это люди в возрасте от 50 и старше. Причем там еще они делятся на 60, 70 и так далее. Ну, в общем, в принципе, да, вот такая категория, такой расклад, к примеру, он идет, при этом абсолютно никакой разницы по возрастным принципам в процессе вот открытия, да, то есть, мало того, что ты обучился, но еще и потом развиваться начал. То есть, здесь все зависит от тебя, то есть, от твоего внутреннего настроения. Ну что ж, наша передача подошла к концу, я смею надеяться, что мы сумели ответить на большую часть вопросов, которые касаются данной темы, и хочу напомнить, что вы, дорогие друзья, можете сами влиять на тематику передачи, предлагая свои темы в группе ВКонтакте под названием «Резонанс» и на одноименной страничке в Фейсбуке. Вы также можете получить возможность принять участие в нашем ток-шоу в качестве гостя. Все зависит от вас. Выпуски нашей программы можно увидеть на сайте нашего телеканала kostanaytv.kz и на моем личном канале YouTube. Перед тем, как проститься, я хотел бы выразить благодарность бутику «Шик» за предоставленную одежду для ведущего, стильной итальянской одежды как для мужчин, так и для женщин. Новая осенняя коллекция. Отдельное спасибо стилисту-имиджмейкеру Ольге Шировой за созданный ею образ. На этом я, Роман Попов, прощаюсь с вами. До следующей недели. Увидимся в это же время на телеканале kostanay. Такие у нас дела. Одежда ведущему предоставлена бутиком «Шик». Новая осенняя коллекция модной итальянской одежды. Мы находимся. Казахско-французский центр, второй этаж, бутик 202. Образ ведущего создан стилистом-имиджмейкером Ольгой Шировой. Стилист телепроектов, автор и преподаватель имидж-курса «Стилистика для себя». Индивидуальные консультации и шоппинг-сопровождение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова